Спонсор программы «Солнечное утро» – торгово-развлекательный центр «Аллея». Доброе утро, сахалинцы! Сегодня во всем мире отмечают Международный день русского языка. Дату 6 июня выбрали благодаря Александру Сергеевичу Пушкину. В этот день он родился. Это один из множества фактов, которые подготовили мои коллеги. В эфире «Солнечное утро». Я Юрия Абель. Поехали! Передай другому. Узнаем, какие новости обсуждают на просторах интернета. Чтобы было красиво, специалисты расскажут про озеленение городского парка. Держитесь за фартуки. Приготовим вкусный завтрак с Андреем Секретаревым. Зарядись здоровьем. Взбодримся вместе с фитнес-тренером Екатериной Баландиной. Ровно 62 года назад звукорежиссер Джордж Геннери Мартин впервые услышал музыку группы «Битлз». Также он стал их продюсером. Мартин применял новаторские приемы в области звукозаписи, комбинирования стилей съемок видеоклипов. В том числе поэтому «Битлз» стал одним из самых успешных коллективов 20 века. Чем еще интересна сегодняшняя дата, узнаем в народном календаре. Ежегодно 6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, в России отмечают Пушкинский день, а во всем мире – международный праздник русского языка. Учредила его Генеральная ассамблея ООН в 2010 году. Русский язык – один из крупнейших в мире и самый распространенный из славянских языков. По данным статистики, на нем говорят 146 миллионов граждан страны. Еще 127 миллионов владеют русским как вторым языком. По использованию в сети интернет он занимает второе место. 263 года назад Михаил Васильевич Ломоносов совершил фундаментальное астрономическое открытие. Ученый обнаружил атмосферу Венеры. Сделал он это, воспользовавшись обыкновенной подзорной трубой с закопченным стеклом. К сожалению, после смерти Ломоносова, о большинстве его достижений в области астрономии надолго забыли. Поэтому приоритет в открытии атмосферы Венеры приписывали английскому ученому Гершелю и немецкому исследователю Шрётеру. На Руси 6 июня посвящали шиповнику. Из плодов и листьев растения готовили отвары и настойки. Они хорошо помогали лечить кашель и головную боль. Молодые девушки умывались водой с лепестками шиповника, чтобы сохранить молодость и красоту. А вот срезать цветы, чтобы поставить их в доме, строго запрещали. Согласно поверью, каждый завядший лепесток принесет новую ссору. Если вдруг бутоны шиповника закрывались, древние славяне верили – пойдет дождь. Звезды предлагают сегодня не ставить перед собой грандиозные цели. Их вряд ли можно будет достичь быстрым способом. Старые и проверенные методы тоже не помогут. Женщин на работе и в семейных делах ждут трудности. Однако во второй половине дня появится возможность их решить. Мужчинам небесная канцелярия советует сегодня не витать в облаках и реально смотреть на вещи. Новостная лента – самая показательная летопись эпохи. В разные исторические периоды в газетах и на телевидении менялся не только журналистский стиль, но и подход к выбору самых важных сообщений. Вот, например, в 1998 году в России в обиход снова ввели копейку, а на телеэкраны впервые вышел сериал «Улица разбитых фонарей». Сегодня тем для обсуждения тоже хватает, но мы обозреваем только самые интересные и позитивные. Судите сами. Атлет из Омска установил два национальных рекорда. Евгений Марков выступал на международных соревнованиях по силовому экстриму. Турнир проходил в Китае. Евгений сумел перевернуть гигантскую покрышку весом 505 килограммов и поднял гантель в 120 килограммов. Ранее это не удавалось ни одному российскому спортсмену. В родной город атлет привез золотую медаль турнира. Британские ученые презентовали инновационную разработку. Устройство Сёрд Трамп позволяет человеку пользоваться шестым пальцем. Это шарнирная насадка на ребро ладони, которая связана тросиком с моторным модулем на запястье. По задумке автора, дополнительная конечность расширит возможности человека. Чтобы полностью освоить устройство, требуется до пяти дней с тренировками по несколько часов. Рыбаки спасли молодого тюленя от голодной косатки. Опасная встреча произошла в Баренцевом море. Хищница гналась за Сивычем и почти ранила его, но к месту вовремя подплыли люди. Мужчины отогнали кита-убийцу и подняли тюленя на борт лодки. Они отвезли напуганное животное в безопасную бухту и отпустили. Кот из Уфы застрял в вентиляции и своим видом покорил пользователей сети. Хищник исследовал воздушные катакомбы, но что-то пошло не по плану. Вскоре жильцы услышали жалобное мяуканье. Они не смогли самостоятельно достать животное. Кот целую ночь провел в заточении. Утром коммунальщики разобрали вентиляционный короб и вытащили беднягу. Местные жители сообщили, что животное уличное. После вызволения кот убежал в подъезд и исчез. 28 тысяч цветов украсит парк Южно-Сахалинска в этом году. В нем появится сразу несколько сортов. Среди них будут как однолетние, так и многолетние растения. За уже высаженными ежедневно следят и ухаживают сотрудники зоны отдыха. Место культуры и отдыха. На этом словосочетании многие островитяне сразу подумают о главном парке Южно-Сахалинска. В новом летнем сезоне его ждут изменения. Аллеи и площадки украсят 28 тысяч цветов. При этом, получается, они добавятся к уже существующим многолетникам. Несколько лет назад мы в парке стали благоустраивать сезонную территорию не только однолетними растениями, но и многолетниками. И поэтому сегодня, получается, сложился уже такой хороший, красивый, сезонный цветочный календарь, согласно которому в парке не бывает так, чтобы не цвели какие-то цветочки. Сегодня эту зону знают под названием «Прогулка». Ее обустройство провели два года назад. Ранее на этом месте были непримечательные дорожки и заросли диких кустарников. Те, кто побывал на Сахалине, сегодня хотят сюда вернуться и получать удовольствие от ландшафтного дизайна, от того, как у нас сегодня преобразовался Южно-Сахалинск, от количества высаженных новых деревьев, кустарников, миллиона цветов, которые были высажены в том году. Грандиозные планы у парка и на культурную программу. Для юных гостей уже развернули детскую оздоровительную кампанию. Руководство учреждения планирует занять в летних лагерях свыше 11 тысяч ребят. Защита интересов семьи, материнства детей является приоритетом. Мы желаем, чтобы этот летний сезон для вас прошел запоминающимся и не забываем. Взрослых наверняка заинтересует грядущий фестиваль «Сахалинский намоль». Он посвящен корейской культуре. Событие пройдет в воскресенье 9 июня. С 11.00 в парке развернут ярмарочные площадки, мастер-классы, а также проведут концерты и розыгрыши. Если у нас симптомы простуды и гриппа, мы идем к терапевту. Если болит горло или ухо, записываемся к лору. Дерматологу мы доверяем проблемы с кожным покровом. Окулисту наше зрение, но далеко не все готовы просить помощи у специалистов, когда страдают душевно. Между тем, у нас есть собственный эксперт в этой области. Сегодня Никита Лукашев расскажет, какие расстройства психики есть у некоторых знаменитостей. Как и обыкновенные люди, так и знаменитые люди не лишены каких-то тех или иных проблем. Допустим, взять Уинстона Черчилля. Он страдал эпизодами депрессии. И порой это были тяжелые депрессии. Он рассказывает о таком периоде жизни от 35 лет и вроде бы до 40 лет, когда он прям очень серьезно страдал от депрессии. Ему не хотелось никуда выходить, ни с кем общаться. Он отказывался от еды. Он даже не курил свои любимые сигары. То есть такие эпизоды бывают. Принцесса Диана, которая, когда была подготовка к свадьбе, к ней возвратилось ее старое заболевание, так скажем, расстройство. Называется нервная болемия. То есть начались приступы болемии. На фоне личных проблем после еще и добавилась депрессия. Вот так называемый первооткрыватель тока Тесла. У него были признаки обсессивно-компульсивного расстройства. То есть он когда садился есть, у него было ровно 18 салфеток, которыми он протирал предметы. То есть тарелки, стаканы, приборы для приема пищи. И еще один такой очень интересный момент. Тесла ни разу в жизни не садился за стол с женщиной кушать. То есть он почему-то панически боялся женских волос. То есть они у него прям вызывали какой-то очень сильный дискомфорт. Еще у него был изначально перфекционизм, который перевез в манию. Ему нужно было, просто необходимо было все доделывать до конца. То есть он не мог, если у него что-то не получалось, он не мог оставить это дело. Также замечательный писатель Владимир Маяковский. Ему тоже переписывают обсессивно-компульсивное расстройство. После смерти его отца, отец его умер от заражения крови, Владимир Маяковский везде с собой таскал мыльницу и постоянно мыл руки. То есть он очень боялся, что его постигнет та же судьба. Льву Толстому, кстати, переписывают депрессию. И он это иногда показывает в своих произведениях, насколько судьба человека может быть трагична. И также он страдал разными фобиями. Ну это, так скажем, герои из прошлого, очень знаменитые люди. Что касается современников, ну так скажем, тех, кто еще с нами. Такой известный актер, как Мел Гибсон, он страдает биополярным аффективным расстройством. То есть коллеги отзываются о нем так, что они не знали до какого-то момента, что у него это расстройство присутствует. Они его характеризовали как очень веселого, очень такого харизматичного человека. Вот он так вел себя на площадке, но на самом деле бывали у него... Биополярное аффективное расстройство, оно характерно, когда мания, то есть это когда человек слишком весел, а у него очень много энергии, он там перестает есть, перестает спать, сменяется на эпизод депрессии, то есть уходит в ровно противоположное состояние. Вот, то есть и после очередного скандала, когда его поймали пьяным за рулем, он признался, что у него такое расстройство. Джоан Роулинг, который написал «Гарри Поттера», она признавалась не раз, что у нее, в принципе, по жизни бывает эпизод депрессии. И как она говорит, она Дементоров придумала, когда находилась в депрессивном эпизоде. То есть вот такой образ к ней пришел. Потом Джим Керри, по жизни люди его привыкли видеть в образе такого веселого, постоянно шутит, постоянно кривляется, что-то показывает, все смеются, собственно, всем поднимает настроение. Но он также страдает периодами, у него бывает депрессия. То есть он рассказывает, что иногда он даже теряет вообще какой-либо смысл к жизни. То есть все то, чем он занимался, он становится бессмысленным. То есть он не видит смысла, зачем продолжать это делать. Потом такой известный певец, исполнитель Элтан Джон. У него были приступы болемии, да, то есть когда он, так скажем, находился в стрессе, когда у него, на него свалилось много проблем, то есть у него начались такие приступы. Потом Джонни Депп, кстати, рассказывал, что у него бывают периодические хронические атаки. И говорили, что он, так скажем, борется с тревожно-фоблическим расстройством. И также Леонардо Ди Каприо, он говорит о том, что апсивно-компульсивное расстройство у него началось еще с детства. И вплоть до сегодняшних дней продолжается. В фильме «Авиатор» он не просто так снимался, то есть он рассказывал о том, что он играл персонажа, очень похожего на него. То есть, если вы помните, в «Авиаторе» у него были такие навязчивые идеи, как вот мытье рук постоянно. Он боялся, что везде микробы, да, и вот Леонардо Ди Каприо в жизни. Он рассказывает такие истории, что сейчас это в такой более мягкой форме, он когда идет по тротуару, он не может не наступить на шов между плитками, он не может не наступить на жвачку. То есть ему обязательно можно это сделать. И, как вы видите, не только обычные люди, среднестатистические люди страдают разного вида расстройствами, разного вида проблемами, так и знаменитости. То есть это не обходит никого. И бытует мнение, что люди, которые связаны с творческими профессиями, нередко у них выявляют депрессию. То есть очень высокий фактор риска. Продолжая марафон интересных фактов, привычное для нас словосочетание может поставить в тупик иностранца. Он вряд ли поймет, как можно положить зубы на полку и кто такой профессор кислых щей. А вот наши зрители знают не только значение устойчивых выражений, но и их происхождение. Основатель буддизма Гаутама Будда как-то сказал, что толку в красноречии человека, если он не следует своим словам. Мотайте на ус. Выводить на чистую воду. Разоблачить чьи-то темные дела. Лингвисты по-разному объясняют происхождение этого выражения. Одни считают, что оно связано с рыболовством. Если вывести рыбу на чистую открытую воду, подальше от коряк и камней, ее легче вытащить. Другие возводят фразеологизм к средневековым судам над ведьмами. Обвиняемую в колдовстве женщину бросали в воду и смотрели, что произойдет. Считалось, что чистая вода не принимает ведьм. А значит, выплывшая подозреваемая точно водится с дьяволом. Ее за это сжигали. А утонувшую женщину посмертно оправдывали. Употребляйте это выражение к месту. Ведь, как сказал Бенджамин Франклин, лучше красиво делать, чем красиво говорить. В старину на Руси 6 июня начинали собирать цветки шиповника на варенье. А во время сбора приговаривали. Шиповник цветет, румяне с годы ведет. Мы так делать не будем, ведь на дворе 21 век и теперь в ходу другие рецепты. Некоторые ученые вообще утверждают, что именно кулинария помогла человеку эволюционировать. Так что подходить к процессу приготовления еды следует серьезно. Передаю слово Андрею Секретареву. Друзья, всем доброе утро. С вами Андрей Секретарев. Мы находимся в ресторане Кипарис. Сегодня мы приготовим с вами томленую курицу, запеченную под тестом. Нам понадобятся грибы вешенки, лук, сельдерей, куриное бедро и наши грузинские пряности. Начнем мы с вами с нарезки овощей. Сельдерей мы предварительно почистили. Нарезаем крупные сегменты. Вешенки. Их также можно рвать либо резать. Мы с вами их порвем. Мы рвем с вами вешенки. Мы с вами нагреем сковородку. Вливаем с вами растительное масло. Курицу не сильно крупно, не сильно мелко. Сковородка нагрелась. Мы с вами сначала обжариваем курицу. Как только у нас появился колер на курочке, мы добавляем с вами овощи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем с вами сливки. 22%. Сметану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наши специи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас хмели-сунели, кориандр, перец и немножко соуса. Все это дело томим. Нашу историю лучше готовить до полуготовности, так как она у нас еще пойдет в духовой шкаф. Все, мы это дело разровняем и накрываем с вами дрожжевым тестом. Смазать поемочку, чтобы тесто наше прилипло. Смазываю мобильным яйцом и отправляем запекаться. Температуру ставим на 180, 2-3 минуты. Друзья, наша курица готова. Всем приятного аппетита! На очереди зарядка сегодня вы узнаете, как оставаться в форме, независимо от возраста. Екатерина Баландина поделится увлекательными упражнениями, которые принесут пользу вашему здоровью. Присоединяйтесь и будьте активны вместе с нами. Доброе утро! Сегодня я для вас приготовила всевозможные варианты отведения в сторону для подключения и проработки средней и малой ягодичной мышцы. Для этой тренировки вам понадобится эспандер и какой-то небольшой вес. Некоторые упражнения мы будем делать только собственным телом. То есть вам не понадобится ничего, кроме пола и вас, собственно. Начнем с упражнения, которые, как я уже сказала, не задействуют никакого оборудования. Вы встаете в положение полупланки. Локоть находится строго под плечом. Ваши колени отведены назад таким образом, чтобы у вас была ровная линия от плеча до колен. Вы даете хорошую опору в локоть, то есть оттолкнулись и удлинили нижнее плечо. За макушкой вы тянетесь вдаль, поднимаете таз, выпрямляете ногу и начинаете работать в этом положении. Для того, чтобы усложнить эту задачу, вы локоть и колено начинайте как будто бы приближать друг к другу. 30-35 повторений и вы почувствуете классное сжение в нижней ноге. Если вам сложно дается это упражнение, вы можете согнуть ногу. Тем самым вы уменьшите рычаг и упражнение станет легче. Еще один вариант этого упражнения с движением таза. То есть если совсем тяжело, ноги ставим вместе и работает только таз. Здесь прорабатывается не только среднее, мало, ягодичное, как я уже сказала, но и очень хорошо включается косая мышца пресса и, конечно же, плечо. Обязательно повторяем эти упражнения на одну ногу и на вторую. Еще один вариант для того, чтобы усложнить задачу, мы берем эспандер. Опускаемся вниз. Нижняя рука ваша как подушка для вашей головы. Она может быть прямая, может быть согнута. Кому как удобно. Здесь между бедром и корпусом угол 90, между голенью и бедром тоже 90, то есть 90-90. Потянитесь правой, то есть верхней седаличной костью, в моем случае правой седаличной костью вдаль. Ваш таз примет нейтральное положение и вы почувствуете, как бачок ваш поднимается с пола. То есть талия одной стороны поднимается от пола. Вот здесь есть пространство. Верхняя рука упирается, ваши стопы вместе. И вы начинаете поднимать верхнее колено. Это упражнение очень полезное не только для того, чтобы укрепить ягодичные мышцы. Также наши ягодичные мышцы участвуют в походке. То есть это основной стабилизатор таза. Если ягодичная мышца ваша хорошо работает, то и ваша спина будет здорова. Еще один вариант этого упражнения, то есть отрывается пятка вместе с коленом. Вот такой вариант. Следите за тем, чтобы ваш таз был абсолютно стабилен. То есть когда ваша нога будет подниматься, вы не заваливаетесь назад. Вот такого движения не должно быть. Представьте, что позади вас стена, и вы тазом упираетесь в эту стену. 30 повторений будет более чем достаточно. Еще один вариант. Также принимаем положение полупланки. Помним, что вы локтем толкаетесь от пола. Плечо удлиняется. За макушкой тянемся вдаль. Можно верхнюю руку поставить в опору, чтобы вам было легче. И вместе с коленом отрываем таз. 10 повторений. После чего вы можете оставить таз на весу. И проработать только верхней ногой. И на 10 счетов остаться в статике. Ух! Как все горит. И вариант с дополнительным весом. То есть можно использовать как эспандер, в принципе, так и дополнительный вес, если у вас не найдется пока эспандера рабочего. Принцип тот же самый. Ложимся. Голова как на подушке. Как на подушке лежит на вашей руке. Колени подтянули к себе. Потянулись верхней седалищной костью вдаль. И здесь либо вы открываете колено. Либо поднимаете всю ногу. Преимущество работы с весом в том, что вы знаете, какую нагрузку вы даете. Эспандер, поскольку они разных фирм и разных натяжений, вы не сможете проконтролировать, какой вес нагружает вашу ягодичную мышцу. С весом здесь понятно, да? То есть вы видите, сколько приходится килограммов на рабочую ногу. Еще одно упражнение, про которое я хотела вам сказать, тоже с эспандером. Вы продеваете ленту под колени и встаете в позицию четырехугольника, ладони под плечи, колени под таз. За макушкой тянетесь вперед, за седалищными костями назад. Здесь уже у вас будет включаться и пресс, и спина, ну и ягодичная мышца, само собой. И не теряя осевого вытяжения, вы начинаете уводить колено в сторону. Что здесь самое главное? Чтобы вы не сваливались тазом в сторону. То есть вы как стояли ровно, вы так и остаетесь. Только лишь нога ваша работает. Здесь можно поработать, например, 20 раз на одну или 15. И сразу на вторую ногу. Вот такой крутой комплекс я для вас приготовила. Надеюсь, он вам очень понравился. Я желаю вам хорошего дня и будьте здоровы! Наш утренний выпуск подошел к концу. Мы надеемся, что он подарил вам заряд бодрости и позитива. Пусть ваш день будет наполнен приятными моментами и улыбками. Радуйтесь каждой минуте и цените близких людей. Верьте в себя и все обязательно получится. В студии была Юлия Бель. До встречи на Санкт-Петербурге. Новый, современный торгово-развлекательный центр «Аллея». Вас ждут лучшие магазины. М-Видео, Детский мир, Симост, бренды одежды «Левайс», «Лайм», «Бифри», «Зарина» и многие другие. Крупнейший на Сахалине гастромаркет «Арбат», где вы можете купить свежие фермерские продукты, а также посетить более 30 кафе и ресторанов с кухней различных стран мира. Ждем вас ежедневно по адресу улица Фархуддинова, 3. Редактор субтитров А.Семкин